Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасия Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Возводимый в Тобольский аэропорт будет подключен к централизованной системе холодного водоснабжения. Работы по прокладке водопровода идут полным ходом. О том, кто и как осуществляет грандиозный проект, расскажет Ольга Куричко. Не видно ни начала, ни конца. Хотя строители прошли половину пути, проложили 6 километров водопровода. Маршрут пролегает по полям, по болотам, поэтому и начали с середины пути, где можно пройти без преград. Одновременно три бригады работают на разных участках. Задача протянуть водопровод. Протяженность водопровода 12,5 километров. Будет в две ветки. Общая протяженность составит 23 километра. Подключение это от Сумкинского водозабора до аэропорта. От насосной станции протяженность 160-го диаметра труба уйдет на сторону аэропорта. И 225-го диаметра труба пойдет от Сумкинского водозабора. Полиэтиленовые трубы высокого качества прокладывают под землей методом горизонтально направленного бурения. Надежно, экологично. Срок их эксплуатации 50 лет. В день мы успеваем спаять только вот одну такую плеть. Отстывание идет очень долго, 20 минут. На данный момент мы паяем на 15 труб, это 185 метров. По территории Добольского района пройдено три населенных пункта. Протяженность трассы большая. Теперь силы стягивают Ворогушино, чтобы построить насосную станцию для повышения давления. Водопровод на аэропорт сегодня ведут через деревню Ворогушино. Жители этой деревни тоже получат чистую воду, но чуть позднее. Предусмотрено две врезки. Здесь и в юртах Иртышацких. Главная точка подключения будет на территории водозаборов Сумкино. Стратегический объект дальновидно построили и ввели в эксплуатацию в 2019 году. Его производительность 2500 кубометров в сутки. Пока здесь обеспечивают качественной водой жители микроэона спутника. Совсем скоро оживительную влагу будут подавать и в аэропорт. Производительность порядка 500 кубических метров в сутки. Для поддержания гидравлического режима и его обеспечения будет дополнительно построена повысительная насосная станция с блоком обеззараживания с применением ультрафиолетовых ламп. И также будет подключено оборудование к системе электроснабжения. Компания Суэнко завершит все строительно-монтажные работы в сентябре 2020 года. Взлетно-посадочная полоса новой воздушной гавани уже принимает тестовый технический рейс из Внуково. Недалек тот день, когда аэропорт заработает на полную мощность. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Кремлевские фонари засияют по-новому. Сейчас идет реставрация опор освещения на Софийском дворе, на Центральной аллее и на территории Тюремного замка. Чугунные фонари под старину нуждаются в обновлении. Задача рабочих – выправить подземные части, покосившиеся из-за плывущего грунта. Заменят и всю начинку в фонарях – от кабелей до ламп накаливания. На смену придет современный вариант – светодиодные лампы. Отремонтируют и сами опоры. Полностью мы демонтируем эти опоры, везем их в пескоструйную обработку. То есть пескоструем, обрабатываем их от всей краски, заново вычищаем, шпаклюем, заново красим и обратно вот сейчас монтируем. А вот для большой смотровой площадки отольют абсолютно новые опоры, пока они находятся в изготовлении. Работы планируют завершить к сентябрю. Новая система электронной очереди появилась в Тобольском отделении пенсионного фонда. Жители уже знакомы с техникой получения талона с помощью такого терминала. До этого здесь было установлено оборудование более ранней версии. Электронный помощник позволит значительно упростить работу сотрудников и посетителей клиентской службы. На главном табло устройства отображается состояние электронной очереди на данный момент и которое сопровождается звуковым приглашением посетителя. Кроме того, на нем прокручиваются видеоролики по нашей пенсионной тематике. Опробовать новую систему в действии таболики смогут после снятия в области ограничительных мер. Официальные места торговли сезонной продукцией готовы к приему покупателей и продавцов. Одна точка расположилась на рынке Северный, а другая в четвертом микрорайоне возле дома номер один. Как на это отреагировали сторожилы стихийных продаж, узнал Шамиль Гулеев. На этом тротуаре каждое лето появляются импровизированные торговые ряды. Администрация города решила сделать сезонную торговлю удобной и для продавцов, и для покупателей. И выдвинула официальное место для продажи овощей и ягод. Выбрали точку на рынке Северный. Однако сторожилы тротуарной торговли переходить на новое место не хотят. А что нам там делать? Люди туда не пойдут, им неудобно. Все работают сейчас по 12, по 24 часа. Бегут с работы, им удобно вот тут что-то схватить и всё. А это надо ехать вон туда, чтобы взять килограмм огурца или пучок редиски или пучок укропа. А наш бы этот рынок вот здесь построили, туда, вглубь. А здесь просто красивая стена. Нам нельзя. Вопрос появления официальной торговой точки в 7-м амикрорайоне рассматривался давно. Установить лотки планировали возле дома номер 12. Однако местные жители оказались против. Жители этого дома вышли на администрацию города с инициативой, чтобы не устанавливать там лотки, потому что и придомовая территория, и санитарное содержание этих лотков вызывало опасения у них, так что могли там собираться по ночам молодёжь. На новом месте возле рынка Северный уже установлены лотки, и другая часть пенсионеров готова с удовольствием там торговать. Я одобряю положительно это, потому что у каждого будет хоть место своё определённое, никакого не будет ни хлама, ничего, что там ни ящиков, ни мусора. Места же будут сделаны. Ещё один стихийный рынок находится в четвёртом микрорайоне. И снова возле дороги для этих торговцев тоже выделили отдельное место. Оно будет находиться в районе дома номер 1. Лотки уже на подходе. Это установят, вот выходные дни будут установлены они. Если будут установлены, с удовольствием, конечно, придём туда. Вы не против, да? Нет, конечно. На стихийных же точках торговать какой-либо продукцией запрещено. Нарушителям грозит штраф. Либо мы составляем протокол, либо вы это всё убираете. Штрафы для физических лиц за нарушение статьи 1.22, это торговля вне мест, предназначенных для этой деятельности, это 3 тысячи рублей. Поэтому затягивать с переходом на разрешённые для торговли места не стоит. Для этого нужно обратиться с заявлением в городской департамент экономики. А те, кто продаёт урожай, выращенный своими руками, могут получить новое место бесплатно. Шамиль Гулеев, Рустам Рузеев, Тобольское время. 22 августа состоится третий фестиваль благотворительности «Добрый Тобольс-2020». Организатором выступает общественная организация «В защиту жизни». Мы, выходя из карантинных ограничений, сможем больше передать энергии, радости, всяких добрых дел. У нас собираются люди по велению сердца. В рамках фестиваля пройдёт сбор пожертвований от табаляков в виде вещей, игрушек, кормов для животных и подарков для школьников. Традиционно на площадке фестиваля будет организована культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов и добровольцев. А также состоится награждение победителей конкурса «Доброе сердце Тобольска». Сегодня у Тюменской области 76-й день рождения. И это отличный повод сказать спасибо людям, которые прославляют наш регион. Табаляки, в частности, на спортивных аренах страны и мира, не раз доказали, как это гордо звучит. Тюменская область. Воспитанник маленького тобольского клуба единоборств «Сибиряк» Анатолий Токов – один из примеров успеха настоящего, заслуженного собственным потом и кровью. Сегодня он звезда мировой величины в смешанных единоборствах. В последнее время тренируется под началом Фёдора Емельяненко вместе с младшим братом Владимиром, который уверенно идёт по его стопам. Статистика боёв Анатолия впечатляет. 25 побед и всего два поражения. И всё это без пафосной походки или озлобленного оскала, как у некоторых звёзд боевых искусств. Лучезарная улыбка и простота. Такой он русский спортсмен на мировых аренах. Город Тобольск, там я начинал заниматься. Я, по-моему, в 14-15 лет пошёл заниматься. Жил я под горой, учился под горой. И зал был недалеко относительно от моего дома, армейский рукопашный бой. Вот я туда записался. Тренером был Андрей Михайлович Сабаров. И много лет я там тренировался и выступал. Андрей Маковеев – тобольская звезда мирового биатлона. Он прошёл большой спортивный путь, который начался на сибирской земле. Мастер спорта России международного класса, пятикратный победитель универсиады, восьмикратный чемпион России завершил карьеру в 2014 году. На биатлонный Олимп из духовной столицы Сибири и сейчас выходят и другие спортсмены. Табаляк Вячеслав Малеев попал в расширенный состав сборной России. Он уже не один год достойно представляет наш город на спортивных аренах мира и теперь сможет выступать от имени сборной страны. Хотел бы обратиться к юному спортсмену. Вы находитесь в надёжных руках. Наши спортивные школы выпускают высококвалифицированных спортсменов, которые занимаются ретирующими стран России. А на татаме класс показывает юная тобольская дзюдоистка Любовь Орлова. Спортсменка в составе сборной команды России на мировом чемпионате взяла бронзу. Любу уже можно назвать полноправной звездой спорта. У меня уже есть определённая мечта, цель и вот я иду к ней. Что за мечта у тебя? Да, у меня есть не только, ну это не только мечта, но и поставленная цель, это выиграть Олимпийские игры. Самый сильный человек Тюменской области, табаляк Александр Зинец по прозвищу Лев, каждый год берёт новые высоты. Он стал серебряным призёром всероссийского турнира по силовому экстриму в прошлом году. А уже этим летом атлет на всероссийском командном турнире будет представлять Москву. Чемпионаты Европы и мира покоряют и тобольские танцоры. В нашем регионе созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. Федерация фитнес-аэробики Тюменской области вносит также свою лепту в популяризацию здорового образа жизни в Тюменской области среди населения разных поколений. С праздником! Будьте здоровы! Здесь они зажигают малышей и взрослых, преподают и несут спорт в массы. А среди лучших спортсменов мира гордо несут звания табаляков и прославляют Тюменскую область. Анастасия Плюснина, Тобольское время. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днём». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! Выходные в Тобольске, переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днём до 19 тепла, ночи плюс 9-14, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова